Дмитрий, большое вам спасибо, что вы согласились с нами поговорить по телемосту. До парламентских выборов остается меньше месяца. Я напоминаю, что они состоятся 18 сентября. Как вы считаете, Дмитрий, эти выборы можно назвать честными и свободными? Нет, конечно. Потому что многих игроков серьезных вообще не допустили к этим выборам. Во-вторых, о равенстве доступа к СМИ говорить не приходится, потому что наши все федеральные телеканалы рассказывают, какие правильные партии, правильные кандидаты. И наоборот, какие неправильные, за кого вообще нельзя голосовать и на пушечный выстрел даже подпускать к парламенту. Поэтому, конечно, ни о каких свободных и честных выборах говорить не приходится, но, конечно, есть шанс даже на этих выборах сделать все возможное, чтобы провести в парламент демократическую фракцию. Я над этим работаю. Если вы прежимируете, что эти выборы не свободные и не честные, почему вы все-таки решили в них участвовать? Действительно ли есть шансы? Потому что, если в них не участвовать, то мы тогда вообще ни на что не будем влиять. Выбор — это как минимум возможность поговорить с избирателями. Вот один простой пример. Я провожу пять встреч каждый день, на мои встречи приходит от 50 до 300 или 400 человек. И со всеми я разговариваю. Я не получаю какие-то разрешения на проведение встреч, потому что сейчас действует закон о выборах. А в так называемое мирное время действовал бы закон о митингах. И мне бы на каждую встречу нужно было бы получать разрешение, подавать уведомления. Я бы еще не получал бы эти разрешения. А чем эти выборы, Дмитрий, отличаются от выборов в 2011 году? В 2011 году власть на самом деле была напугана Болотной площадью. Она понимала, что именно из-за фальсификации люди вышли на митинги вот эти многочисленные. Поэтому сейчас власть будет делать все возможное для того, чтобы никаких массовых фальсификаций не было. Объясню почему. Во-первых, мы сейчас проводим кампанию по смешанной системе. То есть половина депутатов избирается по одномандатным округам. Поэтому даже если Единая Россия наберет 30 или 25 процентов, то с помощью одномандатников власть все равно сформирует большинство. Поэтому мне кажется, что подсчет голосов, ну по крайней мере в крупных городах, будет более-менее честным. В ходе прошлой кампании вы были в списке партии «Справедливая Россия». На вас оказывалось не такое мощное давление. И я думаю, что вы на тот момент прекрасно понимали, что вы идете по спискам прокремлевской партии. Ну, во-первых, тогда не было такого прям раскола прокремлевская или не прокремлевская. Потому что все-таки Миронова тогда, если вы помните, его сняли с поста Совета Федерации. И партия, на самом деле, шла с такими очень резкими оппозиционными лозунгами. Напомню, лозунг был «За Россию без жуликов и воров». Лозунг, который был еще Алексеем Навальным, тогда фактически придуман. Ну, появился мем такой известный. И там было очень много людей, которые всерьез хотели строить оппозиционную партию. И лично я был уверен тогда. То есть вы совершенно уверены были, что эта партия не прокремлевская? Или вы хотели как-то пойти не по пути конфронтации, а по пути конструктивного, скажем так, диалога? И потом вы поняли, что это невозможно? Ну, можно и так сказать. Она была... Конечно, я прекрасно понимал, где создавалась эта партия. Но потом наша народная партия, я же из народной партии пришел. Мы объединились со «Справедливой Россией». И там были внутренние серьезные дебаты по поводу дальнейшего развития партии. И мы верили, что может появиться, ну, что-то такое, если уж и конструктивное, мне просто не очень нравятся эти слова, конструктивное, неконструктивное, но что-то настоящее. То есть я предполагал, что тогда, на тот момент, что может появиться настоящая оппозиция, ну, пусть она будет умеренная, окей, вот давайте такое слово использовать. Но, по крайней мере, лично я ничего такого в Думе не делал, за что мне стыдно. Я голосовал против всех этих мерзких законов, людоедских законов. Наверное, меня за это исключили. В этот раз вы предпочли партию «Яблоко», хотя сказали, что в России есть две оппозиционных партии, это и «Парнас». Почему «Яблоко»? Ну, потому что более широкая коалиция сформирована именно на базе «Яблока». Вы знаете, часто говорят уже на протяжении последних 20 лет, что договориться не удается именно с «Яблоком» и именно из-за лидера, бессменного лидера «Яблока» Григория Алексеевича Явлинского. Действительно ли он абсолютно не договороспособен? Мне так не показалось. Мне то же самое многие люди рассказывали, сказали, никакой десятки у вас не будет, вас с Лосбергом выкинут. Я вот слышал это все, и до последнего момента все равно я сомневался, неужели такое объединение состоится. Ну вот оно состоялось. И мне кажется, что просто сейчас другая ситуация в стране. А насколько вообще «Яблоко» с вашей точки зрения, Дмитрий, не зависит от Кремля? Абсолютно сейчас не зависит от Кремля. Я не знаю, есть ли у них какой-то диалог, но совершенно очевидно, когда «Яблоко» вышло на марш мира против войны на востоке Украины, когда «Яблоко» четко сказало, что это аннексия, то все, все контакты закончились, потому что это вот был тот самый поворотный момент, после которого ты либо с нами, либо против нас. Я вот вам хочу контраргумент привести. Например, недавно Явлинский появился на одном из федеральных каналов. Это было большое интервью, оно было посвящено ГКЧП. Абсолютно. Вот это можно считать с признаком того, что все-таки у Явлинского есть определенные связи? Безусловно, контакты есть. Они у меня есть, Жан. Давайте так, есть люди, которые в черных списках, которых никуда не зовут, а есть, которые не в черных. Вот я об этом говорю. Ну, 100% Явлинский не в черном совсем уж. Он в каком-то, видимо, таком сером или темно-сером списке. И я честно могу сказать, даже в «Единой России» очень многие заинтересованы в том, чтобы яблоко прошло в Думу, потому что они не хотят, чтобы «Единую Россию», «Единая Россия», например, ассоциировалась с Федоровым, безумным совершенно депутатом, или с Яровой, или еще с кем-то. А 5%, там 7%, это сколько, от 12 до 18 мандатов, ну плюс еще пару одномандатников, 20 депутатов от демократических сил, ну прям сразу меняют дискуссию в Думе. Я, кстати, хочу, Дмитрий, я хочу вам напомнить, что Яровая в какой-то момент была тоже членом партии «Яблоко». Да, потом она предпринимательски поступила, вышла из «Яблока» и стала говорить совершенно другие вещи в «Единой России». Так что, да, такое бывает иногда. Бывают люди, которые приходят с партией, говорят, что настоящая оппозиция, и Путин нам не нравится, а потом переворачиваются и перекрашиваются. Это то же самое, как «Справедливая Россия» произошло. Сначала белой ленточки, а потом георгиевские. Сначала за губернаторские выборы и за перемены, а потом за единую идеологию. Я хочу вам сейчас задать три вопроса, каждый из которых будет начинаться словами «что если». Что если Навальный будет баллотироваться кандидатом в президенты? Значит, будут праймарис. В ходе этих праймарис определится победитель. Что если бы ваш папа Геннадий Гудков не был бы известным политиком? Ну, если бы он вообще не пошел в политику, не факт, что я бы пришел в политику. Потому что мы как-то жили, я учился на журфаке, я вообще мечтал стать телеведущим, Жанна, как и вы. Вот такая у меня была мечта. Что если вы проиграете эти парламентские выборы? Такого не будет. Мы обязательно выиграем. В любом случае от меня не остановят, потому что побеждает не тот, кто сильнее, а побеждает тот, кто идет до конца. Я пойду до конца. Я изучила ваш предвыборный сайт, и там в том числе есть такой раздел, как результаты работы. Вы говорите о том, против каких законов вы голосовали. Но вы были еще одним из шести депутатов, если я не ошибаюсь. Один из этих шести депутатов проголосовал против присоединения Крыма и Севастополя. Пять депутатов воздержались от голосования по этому вопросу. Три, три, три. Не участвовали. Всего четверо, один против, трое не голосовали. Спасибо, что меня поправили. Ну, тем не менее, это рекордно малое значение по сравнению с количеством депутатов. Но я у вас на сайте не нашла информации об этом. Вы об этом умалчиваете намеренно, потому что считаете, что это непопулярная позиция в России? Жан, я просто даже, честно, не читал все, что у меня на сайте. Он сейчас поменялся, новый сайт. Но если хотите, я специально для вас сейчас добавлю эту позицию. Потому что она у меня везде, в ходе моей кампании звучит постоянно. Просто мне не дают, поверьте, мне не дают обойти эту тему стороной. На каждую встречу приходит какой-нибудь засланный казачок от власти, который специально говорит, а вот вы правда, что вот вы Крым хотите отдать? Как вам не стыдно? Предатель, мерзавец. Ну, в общем, это каждый раз. Я посмотрела ряд ваших выступлений. Вы уже упомянули о том, что провели встречи. Вы на своей странице в Фейсбуке размещаете видеофрагменты. Я сейчас зачитаю то, что вы говорили на одной из встреч. Вспомните, что в Советском Союзе у нас были одни из лучших университетов. И к нам приезжали учиться дети элиты стран Азии, Африки и Восточной Европы. Они приезжали к нам, учили русский язык, обрастали связями. Потом, когда возвращались на родину, приходили там уже к власти, проводили политику в интересах нашей страны. Именно поэтому у СССР было такое количество союзников, что нам обеспечило влияние в мире. Вот как образование влияет на мировую политику, на внешнюю политику. А что еще вам нравится в СССР? Там была неплохая система школьного образования. Кстати, эту систему частично использована в финской системе образования. Чего еще? Я могу сказать, чего не нравится. Нет, я спрашиваю, что нравится. Вот вы тут хвалите Советский Союз, говорите, что было много союзников, несмотря на Холодную войну и так далее. Десять лет я жил в Советском Союзе всего лишь. Мне там все нравилось, потому что я был маленький, счастливый. Это было беззаботное детство. Но что еще? Ну какая-то была, наверное, справедливость. Хотя я это не ощутил на себе, Жан. Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо большое, Жан. До свидания. До свидания.